Ура! Мы в прямом эфире. Здрасте. Как-то мы сидим странно, что-то мне по лицу светит. Так, кто-то есть с нами уже? Надо звук проверить сначала. Так, Мил Серебро, привет. Лена, всем привет. Вероника, Сашка. Спроси, слышат нас? Вы нас слышите? Напишите кто-нибудь, слышите нас или нет. А? Ну, если пикает там, значит, слышат. Ребят, рады вам всем. Значит, будем... Привет, Катюша. Значит, меня Вова Ходачик поприветствовал. Значит, слышат нас. Ленок, Инка, Ольба Турина. Ой, рада. Захира. Я пока вот так вас почитаю, пока Черенкова найдёт как бы эти нужные слова. Она же там подготовилась. Вот. Люда Кузнецова, видно, добралась. Настя Привольная. Лайл, привет. Нина. А вот я Нину-то не знаю, видимо, потому что... Правда, Нина, извините. Матвеева здесь с нами. Любочка. Очень много вопросов. Очень. Я просто на начало мотаю. Кто умер, я не поняла. Так. А, осень. Да, я только что это увидела. Это, конечно, ужас, но пытались же его вытаскивать, лечить. Так бывает. Так. А давайте мы про это больше не будем писать. Вот, светлая память человеку. Его уже не стало, давайте не тревожить его. Так, всё, добралась я до начала, можем начинать. Ксюне приветик. А смотри, как она написала. Ксю не приветик. Кто? Инка. Ну, приветик. Значит, вот мне чья-то дочь в Алма-Ате дарила цветы. Так, ну что, начинаем? Приятно. Мы начинаем, да. Так. Сначала у нас что-то как-то тут. Галина, снег. Нам с тобой, Катюша и Ксюша, привет. Дубль, давай. Ну, давай вопросы. Привет тоже. Всем привет. Значит, кстати, по поводу привет. Вот, смотрите на неё. Вы тут столько пишите переписки свои собственные, что извините, конечно. Сейчас буду в этом во всём разбираться. И если вдруг я в этой переписке потеряю чей-то вопрос, тогда сори. То есть не спамьте. Если пишите вопросы, то только вопросы. Так. Название. Как настроение, меня спрашивают Настёна. Это шикарное у меня настроение всё время. Вот. Всё, первый вопрос вопрос. Мы начинаем КВН. Для кого? Бородин, привет. Для кого, для кого. Так, Ленок тебя спрашивает. Да, Ленок. Здравствуйте. Это наша измайловская, похоже. Катенька, скажите, пожалуйста, какой вы видите свою жизнь лет через 20? Ну, я её вижу как бы прекрасной такой. На глубокой пенсии. Я думаю, что я буду ходить на скандинавских палках, как все пенсионеры. Но это лет через 20. Пока я ещё к палкам не готова. Вот. И я полагаю, что я останусь такая же милая и весёлая, ну и будем надеяться красивая. Потому что наверняка у меня тогда уже ни памяти, ни здоровья не будет. Поэтому вот как-то вот в таких параметрах останусь. Но буду носить светорочки с картинками, это точно. Это абсолютно. Давай, читай. Так, Александр Дубинин. Вопрос. Зависит ли от настроения цвет одеваемой одежды? Думаю, что да. Думаю, что да. Я, когда мне совсем зашибись, как отлично, я даже могу вся в чёрном пойти, как год. Вот. А когда вот там пасмурно долгое время, как бы там дождики, фигождики. У меня в основном вся верхняя одежда очень яркая. Какое-то время она вообще была вся жёлтая. Вот. Но сейчас я немножко уже так гамму изменила. Но вот мне казалось, что я иду по улице, там всем плохо, а я как солнце. А вот к вам я зелёненькая нарядилась. Мне кажется, хорошо. Слушай, ну по желанию я тоже, наверное, буду читать. Мило, серебро. Ура, мечты сбываются. Добрый вечер, Ксения. Новость чудесная. Это по поводу эфира. Девчонки, вы при лестнице. Прекрасного вечера и здоровья. Блеска глаз. А мы вас очень любим очень. Мы вас тоже очень-очень мил. Варежки вообще офигенные какие-то. Я не буду врать, что я их буду носить, потому что это как бы такой выставочный, музейный, я бы сказала, экспонат. Они у меня лежат до Нового года в коробке. Я их вынула, всё посмотрела. Вот. Потом красивенько назад запаковала. Вот они у меня прям под носом. Если не веришь, ну как, дай коробку. Реально. Они просто нереально красивые. Вот они, твои варежки. И, конечно, они всегда будут со мной. Так, Ленок. Ленок. Если бы вы могли владеть одной вещью, которой у вас сейчас нет, что бы это было? Именно вещью? Да. А что бы я хотела? Лен, я даже не знаю. У меня как бы всё есть. А что бы я хотела? Ну, у меня мечта многолетняя, постоянная. Она, конечно, не совсем вещь. Но она такая непроходящая никогда. Я бы очень хотела иметь свою студию. А всё остальное у меня есть или, в крайнем случае, всё остальное я куплю. Так, мне кто-то пишет, это не вы. Ну, конечно, нет. У меня целый штаб этих двойников, бедолажек. Им же приходится точно так же выглядеть, как я. Понимаете, не чёсанный, не крашенный. А паспорт же сам тоже, может быть, не ты, понимаешь? Ну, знаете, с паспортом сейчас сложнее. Так, Ада Юсупова. Дорогая Юсупова. Спасибо за репортажи. Это, значит, за наши заболевания. За колеси. Катюша, побольше эфиров и концертов. Сердцу радостно, что опять в строю. Вопрос. Из чего вы черпаете вдохновение для создания новых произведений? Спасибо. С уважением и нежностью, Ада. Ада. Ну, вот как бы хочется что-нибудь такое превратить, чтобы все подумали. Нифига себе, художник. Вот из воздуха. Вот из воздуха. Вы же, ну, ходите на мою страницу в Инстаграм, я надеюсь. Вот. Вчера я запостила кусок песни. Это буквально позавчера. Мы с Лачиной сидели, болтали по телефону. И она говорит, что вот все же думают, что, ну, там, муж у кого-то там, принц на белом коне. Я говорю, ну, правильно, а белый конь это типа ты. Я говорю, все, Лачи, надо заканчиваем говорить, я пойду песню сочинять. На ровном месте. Никакой у меня ситуации не произошло, что я так написала. Просто мысль хорошая пришла. Привет, из Матиш. Вера Ширина. Катюша, скоро Новый год. Как вы обычно отмечаете? У меня сегодня Днюшечка Королева с Днюшечкой. Я не знаю, вы взрослая или не взрослая, но скажу вас поинтеллигентнее, чтобы было. Вера Ширина. Вера. Катюша, скоро Новый год. Как вы обычно отмечаете, как планируете этот год встречать? Спасибо. Вы знаете, я несколько раз попробовала отметить Новый год одна. И это оказалось счастье счастливое, потому что, как бы, готовить не надо. По телеку можно смотреть все, что угодно. Желаю тебе заиметь свою студию. Спасибо, это Таня, Амелия, по-моему, да, там правильно. Вот. И потом у меня уже на протяжении нескольких лет 1 января концерт в одном и том же месте. Поэтому, учитывая то, что я, как бы, была много лет не пьющая, потом недавно себе позволила отметить диск, и теперь я поняла, что я вообще больше никогда пить не буду. Поэтому чего мне? Я посмотрю телек. Скорее всего, фильм по всем каналам будет идти. Ну, ищите женщину. Да? По-моему, вот я взяла сейчас и облажалась. Ну, я очень люблю Софико Чиорелли с Куравлёвым. Прекрасное кино. Вот. Посмотрю, посмотрю, посплю, посплю, накрашусь и поеду на концерт. Поздравляю всех с Новым годом. Вот. Написали вопрос большими буквами. Спасибо, что видно было. Вопрос от Снежницкого А.Б. Это Которая А.Б. все время показывает. А, угу. Который дрессирует собачка. Только я не понимаю, это вопрос или радость. Екатерина, у вас прекрасные записи в приёте комедиантов. Будете продолжать сотрудничество и дальше? А как? Конечно. И когда и откуда у вас берётся всегда так много смешных историй? И как хорошо вы поёте? Наверное, это вопрос. И заводитесь, когда рядом Марк Тишман. Как хочешь, так? Ну, знаете, когда Марк Тишман с любой другой девушкой, я думаю, она тоже будет в хорошем настроении и заведётся. Ну, тоже в хорошем смысле. Значит, я буду сниматься 26-го числа этого месяца. И я надеюсь, что мы к этому моменту успеем сделать песню про коня. Потому что там ещё будет одна песня. Вот. И... Но это пока я не анонсирую. Будет, значит, одна песня. А потом ещё, значит, я всех удивлю и спою про коня. Так. Любовь Страхова. Катя, вы не планируете во Владимире концерт? Большой привет с Италии. Где? Во Владимире? Да. Пока нет. Ребята, я в прошлый раз говорила, вот, и сейчас скажу, я планирую концерты там, куда меня зовут. Я не буду вам врать, что я прям на расхват, на расхват, на расхват. А кто мне вот такие сердечки сделал? У меня, смотри, по экрану сердечки. Это тебе лайки. Это лайки. А. Не отвлекайся на них. Так. Круто. Ну. Но они разноцветные. Ну, я понимаю. Это лайки. И очень много. Да, и они сыпятся по этому. Обалдеть. Так, это значит, нам с тобой пожелания. Роза Киви. Да вопросы давай, а то мы опять не уложимся. Ну, знаешь, люди... Авторские песни исполняете, вам можно сбросить. Это Денис не успела прочитать. Вы знаете, что без обид пока нет. Пока не исполняю авторских песен, потому что у самой полная голова, значит, всяких мыслей, идей. И я бы просто пока не успевала все это делать. Там вот Татчук проехал. Мне кажется, это брикмахер. Что-то, видно, про него говорили, что мне бы хорошо обратиться. Ребят, не ваше дело. Я помыла голову, еще не досохла. Когда мне надо, я очень хорошо меня причесывают. Поэтому Татчуку привет, а вы за собой лучше следите. Так, вопрос от Инны. Катя, пришло время курить, кстати. Можно ли вам доверить государственную тайну? Конечно. Вы себе не представляете, как я храню тайны. Потому что... Сигарету хочу. Ну, партикар, где мой? Знаете, у меня очень много по жизни было таких историй, когда мне доверяли какие-то тайны. О них уже знала вся страна, а я их все еще хранила. Поэтому можно, правда, правда можно. Доверяю. Пишите вот сейчас в ленту. Всего государственной тайны. Прямой эфир. Так. О, что-то много. А, Вероника Чемизова, эта юная наша. Я ее помню, да. Здравствуйте, Ксения Игоревна. Господи, как необычно. Екатерина Леонидовна. Да здрасте, Вероника, не знаю, как у вас получится. Ваш новый альбом очень понравился, особенно в сердце моем живи. Вопрос такой. Если бы вам предложили перекраситься в розовый цвет, кстати. Я хотела. Вы бы перекрасили? Да, я хотела в розовый цвет. Но у меня Саша Дубов, который сейчас... Мы с ним просто в таком периоде находимся подготовительном. Мы ищем краску и отращиваем ее волосы, на самом деле. Поэтому ничего особенного не делаем. Я ему как-то намекнула, что я хочу быть розовой. Ну, в хорошем смысле. Вот. И он сказал некие слова, которые, я думала, он не знает. Пока я... У тебя прямого эфира, да? Да. Ладно. Поэтому я... Еще вопрос от Вероники. Какая у вас самая любимая книга, которую вы перечитывали, хотели бы перечитать еще не один раз? Ну, знаете, я люблю вообще... Я тоже сто раз говорила, я люблю зарубежный женский детектив. Но не веселый-привеселый, а прям детектив, хороший. Вот. Но я вам сейчас скажу, что самое большее количество раз, что я перечитала одну книгу, это был Булгаков театральный роман. Я ее перечитала четыре раза. И могу, наверное, еще. Еще от нее вопрос. Если бы у вас была волшебная палочка, то что бы вы переделали в этом мире? Что-то доделали или наоборот убрали? Что еще раз? Волшебная палочка? Палочка. Что я с ней... Что-нибудь доделала в этом мире или что бы убрала? Вероника Владимировна, я поняла, усвоила. Так, я бы что-то доделала. Ну, что бы ты доделала или что бы убрала? Я думаю, ну, я же думаю, что бы я бы доделала. Что бы убрала? Я бы убрала злость и пакость. А доделывать тогда ничего бы не пришлось. Так, Любочка, добрый вечер, Ксюша. Ну, и тебе, конечно, вопрос. Расскажите забавные истории жизни Федора и Семена. Ну, буквально вот сегодня новая история забавная. Для вас, для меня-то она сильно печальная. Кстати, интересующимся скажу, что у меня новый диван, мне сегодня привезли. И пока его собирали, мальчики одну деталь описали. Ну, я буду к этому относиться так, как они его просто пометили и больше ничего делать с ним не будут. Но перед сборщиками мебели мне было неловко. Так, Оксана Николаевна, здравствуйте, дорогая Екатерина. Здрасте. Не поворачивайся. Какие сигареты курим? Знаете, это армянский табак, называется Classic Black. Очень приличный. Самое главное, что чёрные. Очень пафосно, мне кажется. Я выгляжу с ними. Ты меня сейчас слышишь? Да, нет. Это рекламная пауза была. Так, дорогая Екатерина, язык не поворачивайся назвать вас Катей, потому что уважение к вам, восхищение не позволяет переходить границы. Но вы настолько для многих своя, что все чувствуют вас родным человеком и близким. Буду ждать вашего эфира. А, это пожелание тебе было. Спасибо большое. Ленок, вопрос. Какой ваш любимый праздник и почему? Ой, вы знаете, мой любимый праздник первый – это день рождения. Почему, не знаю. Потому что это мой день рождения. А второй мой любимый праздник – Первомай. Я своей невестке недавно пообещала на Первомай флажок подарить. А потом задумалась, думаю, я себе тоже куплю флажок, куплю какой-нибудь нарцисс и буду ходить по острову, потому что уже будет зеленое и красиво. Демонстрация одной Кати по кругу. Так что присоединяйтесь, все, кто в Измайлова живет. Первого мая, как увидите, нарцисс, присоединяйтесь. Так, Елена Германия. Вечер добрый. Катя, приоткроете занавес ваших творческих планов. Успехов вам, люблю вас. А тут даже занавеса нет, понимаете. Тут какая-то легкая занавесочка прозрачная висит. Потому что я вчера уже выложилась и сказала, что мы начали работать. И это чистая правда. Мы вчера записали песню. Вокал готов. Сашка будет там переигрывать много чего, потому что я спела настолько красиво и драматично, как он сказал, что аранжировка теперь будет другой. Вот. Пока у меня для альбома готово, ну, который я готова писать, три песни. Но вы же понимаете. И потом я решила, ну, несколько взять себя в руки. Все-таки в год-два альбом выпускать это неприлично. И я следующим летом выпущусь. Так, вот очень сложно прочитать ник Ива Далей. Да, еще раз. Ну, это ник Ива Далей. А, Ива Далей. Ну, вот же. Добрый вечер. Много участвуйте в шоу, на ТВ. Много программ с вами сейчас. А как насчет стольника? Планируйте? Заранее спасибо. Что такое стольник? А вот тут вот, видишь, оговорочка по Фреду. Сольник – это девять подфартили. А, сольник. Ребят, я вот сегодня скажу. Я как-то, я не то, чтобы вам приврала, что будет сольник в декабре. Мы действительно на это рассчитывали и даже знали число. Но у нас с залом не получились душевные отношения. Они внезапно решили сильно поднять аренду. Как бы очень неоправданно. Поэтому сольник обязательно будет. Вот мой неведомый друг, который все время только рожицы рисует, сейчас проехал. Я не знаю, говорите ли вы по-русски, но я вам передаю привет. Так, ну, из той же серии вопрос. Кротова Елена. Катя, у меня не вопрос. Просьба, сделайте, пожалуйста, свой творческий вечер. Я обязательно сделаю свой творческий вечер, потому что у меня накопилось очень много всего. Спеть, сказать. Хотя я с вами выговариваюсь, но тем не менее. Так, Савунья. А что бы еще хотелось поменять в стиле жизни? Может, осталось что-то, чего бы хотелось оставить в прошлой жизни? Или на данный момент все устраивает? Ну, как в жизни? Вот у меня в понедельник начинается такая тяжелая работа с привлечением подруг, с покупанием коробок. Я буду освобождать кухню и делать ремонт в кухне с понедельника. Новая жизнь с понедельника. Любочка, у меня еще вопрос. В новогодних эфирах буду. У меня еще вопросик. Катя, вы любите жареные пирожки с какой начинкой? Жареные с капустой. У нас когда-то около Преображенского рынка их продавали, именно жареные. И там были с картошкой, и с капустой. Они были какие-то просто нереально вкусные. Вот я люблю жареные пирожки. Да я вообще люблю есть. Иванова Оленька. Здравствуйте, девчонки. Привет. Катя, вот вы говорите, что ваше творчество относится к эстрадному стилю. Но сейчас вся эстрада перешла в шоу-бизнес. Как вы считаете, вы будете в шоу-бизнесе или все-таки останетесь в эстраде? Спасибо. Да, я останусь в эстраде. Но коней на переправе не меняют. Это очень хороший жанр. Очень честный для меня, потому что я в него верю. Вот. Поэтому, да. Хотя вот сейчас меня взяли на радио шансон. Ха-ха. Но, мне кажется, это еще не приговор. Там звучат хорошие песни. Коим я причисляю свою песню. О, старая кафешка. Так, ученик такой странный. Фрейда из Германии. Вопрос первый. Катюша, ваше отношение к современному шоу-бизнесу? Я нормально к нему отношусь. Там же тоже все по-разному. Так же, как и везде. И я очень хороший зритель, на самом деле. Если мне нравится, я никогда этого не буду скрывать. А если не нравится, то значит не нравится. А нравится все не может. Так же, как мои песни там. Ну, это же глупо говорить, что мои песни любят все. Ну, правда глупо. Почему все их должны любить? Мы все люди разные. С кем я совпадаю, песни мои нравятся. С кем не совпадаю, не нравится. Это совершенно нормально. В какой новогодней программе мы вас увидим? Мы нас увидим, значит, в приюте комедиантов новогоднем. Мы нас увидим в новогодние «Угадай мелодии». И мы нас увидим еще в одной программе. Она будет сниматься 23-го числа. Я пока не буду говорить, чтобы не сглазить. И может быть еще где-то увидим пока съемки. Ну, может быть, да, да. Еще съемки идут, приглашения идут. Но я вам назвала две, которые точно. 23-го будет съемка. Я, естественно, я же это хвалиться люблю. Естественно, я повешу в Инстаграме, что я снялась и что это будет. Так, если у вас желание кардинально поменять свой имидж заранее спрашивать. Нет, я себе очень нравлюсь. Валентина, ну, ты уже ответила, в принципе, на этот вопрос. Мы его зачитали. Вот, видите-ка, сейчас брошу. Катя, когда в планах концерт в Петербурге, я очень хочу вас увидеть, подарить букет, обнять любим бесконечно. Вы знаете, в Петербурге я уже тоже говорила, если прискакать быстро, спеть и уехать, это было бы нормально. Я в Питере все время голос теряю. Вот, но пока у меня было какое-то предложение пару месяцев назад, но что-то там сорвалось. Вот, но я честно говорю, вот куда меня позовут по-хорошему, туда я и поеду. Так, Валентина П. А я смотрю имена. По, Валентина По. Потому что ники такие. Кать, а что вы делаете, когда плохое настроение? Плакаю. Плакаю, плохо сплю. И стараюсь поднять себе настроение. Это не рингтон из моего сериала «Кухня». Это твой сериал «Кухня». Кто-то написал. Это твой рингтон из сериала «Кухня». Ну, может, вообще эта музычка из, ну, как бы, такая заглавная, как правильно сказать, визитная карточка. Цирка Дю Салей, по большому счёту. Это потом уже она стала и в кухне, и в спальне, да. И у меня много лет назад, когда был обычный телефон, то есть без картинок, без всего, там просто стоял такой звонок. Она какая-то очень бодрящая эта музычка. С кровати падаешь тратко, Тихон Заней. Лида Королёва. Ну, наверное, это уже было. Что? Поздравлялка. Катюша у меня 17-го днюшечка. Так я ж поздравила уже. Нифига себе. А вам с Ксенией успехов выводят. Спасибо, Королёва. А вдруг это ещё у кого-то днюшечка была? Нет, это она. Я запомнила. У меня память зверская. О нём как у собаки. Так, Галина Тихонова. Да. Добрый вечер, Катенька. Вы любите Новый год? Ну, я люблю, конечно, да. Любите ли работать в эти дни или предпочитаете быть с близкими? В детстве писали письмо Деда Мороза. Вот что бы сейчас у него попросили? В студию. В студию попросила бы. Конфет полный, мешок, мандаринов. Что бы я... Ой, знаете, если меня вот так вот... Не останавливать. Не останавливать, я могу просить, наверное, день, ночь, день, ночь. Потому что вспоминаешь, а вот это бы ещё хорошо бы. И вот это бы ещё вот... Ну, то есть, неуёмное. Неуёмное. Мне вот деньги давать нельзя совсем. Потому что вот мне дают деньги. Ну, имеется в виду, не просто дают. Я заплатила. Заработала деньги. Вот мне их в руки дали. И буквально мне стоит выйти из концертного зала, как они начинают заканчиваться. Ещё независимо от суммы, да? Так, Иванова Оленька. Катя, есть ли у вас слово-паразит, от которого бы вы хотели избавиться? Мне кажется, у меня их много. Я просто сегодня как-то собралась. Без мата. Ты самый запас большой. У меня, да. Так. Татьяна Щеглова. Катя, где вы любите отдыхать, и что бы вы себе пожелали? Вы человек-праздник. Вас все обожают и любят. Берегите себя. Счастья вам и любви. Спасибо большое. Ну, не поверите. Больше всего отдыхать я люблю дома. А если я вот выезжаю, ну, во-первых, я на отдыхе-то была вот в своей жизни пару раз. Ну, вот так просто вот недавно сгоняла в Сочи на пять дней. Это у меня был отдых. В прошлом году тоже была в Сочи. И в прошлом году я еще была в Израиле. Дня три. А вот это вот три раза, когда я могу вспомнить, что я приехала, и не надо было петь, плясать. Ну, я не знаю, и люблю отдыхать дома, потому что любой отдых, если я на свободе, выливается для меня, собственно говоря, в шоппинг. А шоппинг – это уже не отдых, а какая-то страшная, тяжелая работа. Вот так. Что бы вы себе пожелали? Ну, как? Оставаться такой же прекрасной. Иванова Оленька. Кать, на что вы готовы ради славы? А ну-ка, Алиси. Имеется в виду задницу показать? Что ж тебе позволит? У тебя сдерживающий факт. Ни на что. Вот ради славы ни на что. Слава – это совершенно пустое занятие. Она сегодня есть, завтра нет. Так, от нее же вопрос от Оленьки. Кать, скажите, в вашей жизни были такие моменты, когда вы перешагнули через свои принципы? Думаю, что да. Сейчас, ну, вот так вот, это очень серьезный вопрос. Ну, ладно, я думаю, что да, конечно. И, скорее всего, это было что-то очень серьезное. Связанное, наверное, с очень важными моментами в жизни моих близких людей. Так, и от нее же вопрос. Катя, а вы исполняли когда-нибудь песни, которые вам были неприятными? Да, конечно. Ну, как неприятно. Просто не нравились. Был такое время. Кто-то вот с юмором пишет. И Слава Малежек тоже пустое. Он Вячеслав, если что. Просто было очень много раньше такой работы, которую вот Родина сказала, надо. Артисты ответили, есть. Ну, не то, чтобы неприятно. Ну, правда, я спела в своей жизни очень много того, что по доброй воле бы не стала петь. И пожелания тебе от Оленьки. Спасибо вам большое за искреннее сообщение, за непосредственность, за юмор. Все так желаю творческих успехов, здоровья. Благополучие и будущие любви. Спасибо большое. Так, Черниченко, Мария, Катюша, а были ли в вашей жизни, в твоей мистические события? Ну, насчет событий я не знаю. Вот прям, чтобы ох, и бахнуло. И я бы начала в это сильно верить. Такого не было. Такого не было. Я сны иногда вижу. Прикольные сны вижу, которые вот буквально сразу или на следующий день я это вижу на самом деле. Ну, в общем, я, видно, волшебница где-то в душе. У тебя даже бесконечно. А то сейчас мы расскажем с тобой случай к чаю ничего. Так, Вероника Владимировна, да? Владимировна, да. Скажите, пожалуйста, а Дмитрий Прянов... Катя Армяне с вами. И я с вами теперь с сигаретами, и с вами тоже. Скажите, а у тебя это поставщики появились, собственно. А Дмитрий Прянов, уваждует с ним, пересечемся, либо, я стану для тебя воспоминанием, примет участие в... Это вопрос. В программе придут комедиантов. Нет. Красивые у него песни, сам он интересный. Хотелось бы его там увидеть. Кстати, давайте Димку поздравим. Я ему передам, что вы все его поздравляете. Он сегодня первый раз в своей карьере участвует в огромном этом шансонском фестивале, «Разгуляй» в Олимпийском. Для артиста это огромный прорыв. И сейчас он, я думаю, что уже жжет там, в полной программе. По-моему, увядшие цветы. Ну, он же по есть это увидит. Да, да. Так, вопрос от нее. Как, значит... Сейчас, подожди, красивые песни. И второй вопрос. Как приглашаются артисты на программу «Предкомедиантов»? «Предкомедиантов» и можно ли телезрителям предложить своих любимых артистов? И как это сделать? Я не уверена, что можно предложить любимых артистов. Там просто давно-давно сложившийся коллектив. Свои какие-то критерии подбора. Если вы заметили там... Обязательно на каждой передаче появляется кто-то новый. А может и не один человек. Но... Снежинка передает привет Прянову. Я услышала. Вам не нашла. Но просто... Знаете, так бывает, что... Бывают замечательные совершенно артисты. Удивительные, уникальные, талантливейшие. Которые... Не то, что не умеют, не любят рассказывать. А там надо сидеть и трещать. Поэтому... Кстати, многие артисты по этой причине не ходят, вежливо отказываются. Потому что... Ну, кто-то любит, а кто-то не любит. Я могу трещать без конца. Вот. А... Хорошие артисты. Иногда все это держат при себе. Сердечки, я думаю, конфетки красные такие. Так. Вячеслав Бородин. Здравствуйте, слава. Добрый день. Да. Ксюша, Катя, доброго вечера. Что хочу спросить. У разных артистов определение успеха свое. Для кого-то это выгодное замужество, кому-то рейтинги и гонорары. Что для вас означает успешный артист? Успешный артист? Угу. Ну, который... Уже отвечала на это вопрос. Входится и на сцену поет или играет. Успешный артист – это, наверное, тот, которому верят зрители. Наверное, так. Еще один вопрос от Славы. Катюш, вы славитесь умением необычно сочетать одежду. Представьте ситуацию. К вам обратился знаменитый Кутюрье с просьбой выпустить для его дома в моду эксклюзивную коллекцию. Какой бы она была? Ужас. Страшно представить. Был бы не остановиться. Да, меня бы могли остановить только большие деньги. Если бы мне сказали, вот, если все будет красиво, мы тебе заплатим большие деньги. Тогда бы... Тогда бы я точно был бы не остановить. Нет. Еще хуже. Нет. А если это просто так, Кутюрье, я там позвонил, попросил, Катюнь, давай, ужас. Ужас. Так, Вячеслав Бородин, Катя, а какой ваш самый любимый анекдот? Вот ты и попала, расскажите. А давайте я сейчас пока не буду анекдот рассказывать. Я пока еще придерживаюсь, как бы, того, что я очень, очень приличная. Серьезная. Я не серьезная, нет, я просто очень приличная. Ох, какой вопрос она с тобой задает, интересный. Валентина П. снова. Добрый вечер, Катя и Ксюша, работая дружба, можно совмещать, у вас бывает разногласия с ссорой? С кем? С тобой. У нас с тобой. А, у нас с тобой? Да. Да. Еще раз, Катя и Ксюша, работая дружба, можно совмещать, у вас бывает разногласия с ссорой? Ну, во-первых, у нас почти нет работы. Мы просто дружим и много чего делаем вместе. Вот, разногласия с ссорой, конечно. Ага, боже. Когда? Та-да! Когда-то-дот. Вот сейчас. А, ну это да. Это ты решила показать, как это бывает иногда. Так. Амалия Татьяна. Катюш, если бы тебе твой знакомый парикмахер-стилист предложил покрасить волосы в темную вишню, согласилась бы от себя, по-моему, тебе было бы классно. Татьяна, ну, да бог его знает, что бы мне предложил мой знакомый стилист. Я не знаю. Может, согласилась бы, почему не темная вишня. У меня машина когда-то была вишня-металлик. Мне очень нравился этот цвет. Может, согласилась бы, но я думаю, что, может, оно бы мне и не пошло бы. Мы сейчас, наоборот, чуть-чуть в светлый тон уходим. Вот. Поэтому, я не знаю. Я уже объяснила. Мы сейчас лечим волосы и отращиваем их. А там будет видно. Ленок. Катенька, скажите, пожалуйста, бывали ли у вас вещи с ней, которые сбывались на юге? Да, да, я уже говорила. Ну, это такое личное какое-то очень. Если бы у вас была возможность от нее же отметить Новый год в любой точке мира, какое бы это было место? Дома, дома. Только дома. Потому что мы однажды, вот еще много лет назад, решили отметить Новый год не дома, в другой семье, значит, но в гости, короче, пошли. Очень хорошую семью, к друзьям. И там начались вот эти вот игры папуасов, там подбрасывание виноградинки, ловить надо было ее ртом, хрюкать, там что-то верещать. Для меня это утомительно. Я люблю сесть попой на диван, смотреть Огонек, но сейчас уже Огонек не люблю, кино просто. Вот. И ни о чем плохом не думать. Дамир Якубов. Добрый день. Будут ли съемки клипов на потрясающие песни последних двух альбомов? И будет ли появление в музыкальных программах, а не только появление на различных ток-шоу? Попахивает уже Прохором Шаляпина. Да ладно вам. Это кому там попахивает? А вы нюхали Прохора Шаляпина? Интересненько. Не, ну дело в том, что наоборот, я считаю, что сейчас, как бы мне уже даже не только на ТВ-центре разрешается петь, а по поводу вот того, что вы имеете в виду, это были повторы. И я к этому не была готова. И своими трусами я уже больше нигде не трясу. А по поводу клипов? Клипы будут. Тут клипы будут просто. И есть люди, которые собираются снимать и помогать мне. Но тут полностью виновата я, потому что, знаете, я как-то обезьяна. Как разорваться между умной и красивой. Я просто, у меня что, не песня, то думаю, может на эту? Нет. Это классно. Нет, а может на эту? А это еще лучше. Поэтому я просто еще никак не могу выбрать, на что я хочу снять клип. У меня есть очень хорошая идея клипа, шикарная. И режиссер, замечательный режиссер, как бы, он очень одобрил. Хотя сначала он сказал, что да ну как-то это странно. Вот, а потом сказал, что все, чем дальше, тем больше нравится моя мысль. Я ее, конечно, сейчас не буду сдавать. Вот, в клипе армян не будет, наверное. Вот кто-то написал, а в клипе будут армяне? Наверное, нет. Потому что там идея другая. Вот. Правда, пока не знаю. Просто не знаю, какая песня. Так, Галина Фисенко. Так, медленно читаю плохо по слогам, а это твоя фраза. Катя, до сих пор жу, как же я вас обожаю. Ну, конечно же, у меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь делали в своей жизни что-то очень плохое? Как мне кажется, вы даже комарика не обижали никогда. Ну, это неправда. Как бы, зная вас с юных лет. Уж очень любопытно, плохое что-нибудь совершали или нет. Спасибочки. Ну, прям такое, ну, из-за чего я бы могла пойти и убиться, и обберется. Такого нет. Но я совсем не шоколадная. Я умею быть несдержанной, несправедливой, к сожалению. Как правило, жалею потом. Но так вот, чтобы прям совсем кому-то жизнь испортить, это всего один человек был в моей жизни. Так, Елена Германия. Катюш Диск, я классная с вашим автографом из ваших рук. Хочу наглость. Буду через пару месяцев в празднике в Москве. Тормозусь на пару дней в столице нашей Родины. Да и колбасок немецких вам обещала организовать не только вашим собачьим. Когда будете в Москве? Через пару месяцев. Ну, вот и вот получите. Так, вопрос. Лариса, сейчас я посмотрю фамилию, Соколова. А если вид спорта по телевизору, то какой? Кёрлинг. Мне очень нравится. А вообще, честно говоря, если я попадаю на спорт, вот я так и сижу, даже я могу смотреть спорт, в котором вообще ничего не понимаю. Оно меня завораживает. Когда люди что-то делают, меня это завораживает. Так, Инна. Соловашка, обнимашь к нам. Вот уже несколько раз спрашивают, где наши собачки. Ну, как вы сами думаете, осваивают новый диван? Мои собачки. Я даже потом боюсь в комнату зайти, как они там его освоят. Не, на самом деле они не такие плохие, им же на нём спать, в общем-то. Но просто там они. Так, вопрос о назойливых поклонниках. Где грань, черта которую переступать нельзя? Поклонникам? Да. Ну, честного ответа хотите? Я считаю, что поклонники... Мне очень не нравится это слово. Какое-то оно такое. А другого, наверное, не придумали. Для артистки... Вот я говорю только от себя. Для меня это поклонники, это люди, которые на концерте, которым нравится то, что я делаю. Либо же не очень нравится, но тем не менее. Поклонники, на самом деле, это наш успех, да? Но у многих артистов не у всех. Многие артисты живут в ощущении своего артистизма с утра до ночи и спят артистами. Но есть такие идиоты, как я. Я вне сцены, вне съемок, вне каких-то там обязательных мероприятий. Я не артистка. Я люблю быть Катей, ходить, где я хочу, одеваться, как я хочу. И когда вот, значит, мне говорят, а я-яй, мы ваши поклонники, а вы вон, вон какая. Мне это никогда не помогает в жизни. Я не могу сказать, что сильно мешает, но просто, знаете, тоже уже, наверное, много раз говорила. Сейчас, слава Богу, вот этого в моей жизни нет. Раньше было, когда прям преследовали, да? Ну, у людей должна быть своя личная жизнь, своё пространство жизненное. И я всегда от этого, ну, так как бы горевала, потому что, ну, я даже не знаю, я никого не хочу обидеть. Просто я, как творческая единица, с которой мы сейчас с вами общаемся, я люблю быть артисткой только там, где надо. А так я хочу быть человеком обычным, и коим я, собственно говоря, являюсь. И чтобы мне в этом никто не мешал. Правда. Татьяна Аришина, вопрос. Катюша, давайте организуем встречу где-нибудь в кафе с вашими друзьями из Инстаграма. Да ради Бога. Мне кажется, было бы весело, с вашим чувством юмора. Может быть, подумайте над этим. Ну, как бы, смотрите, я совершенно не против как-то подсобраться, кто-то это вот всё дело сорганизует, и мы можем встретиться. Но вот меня напугала там история, что с моим чувством юмора это же не значит, что я приду на встречу и начну сразу кувыркаться и вас веселить. Просто мне интересно будет посмотреть на вас, с кем мы вот здесь вот переписываемся, перестукиваемся. Я не говорю, что это должен быть траурный ветер, но как пойдёт. Евелина Данцева, у меня вопросов нет, просто вас обожаю. Хочу пожелать здоровья, счастья. Спасибо большое, спасибо. Так, Потапова Наталья. Катя, ты как-то с семьёй играла в кёрлинг, кстати. Хотела бы ещё поиграть или не очень впечатлили? Честно говоря, хотела бы. Просто, как выяснилось, не так много у нас этих центров, где есть дорожки. Я ещё тогда сказала, что, ну вот когда мы снимались, это было, по-моему, почти ровно год назад. Может, чуть меньше прошло времени. Но это точно было перед Новым годом. Я сказала, я говорю, если бы было близко от дома, я бы стала ходить. Это было бы первый раз в жизни моё постоянное занятие спортом. Но нету здесь близко ездить. Ну, трудно в Москве ездить. Туда я могу, допустим, на метро доехать, потому что пробки эти, конечно, они сводят с ума. А после занятий спортом я же устану. Мне же надо как-то домой добираться. Поэтому вот когда в Измайлово построят, я прям пойду. Честное слово. Ура! Встреча в кафе. Сашка. Из Екатеринбурга. Прям приедешь, можно подумать. Ой, что-то не это нажала. Елена Плет, 71. Может, Плетнева. Добрый вечер, Ксения Екатерина. Очень приятно видеть и слышать ваш уже такой родной для нас голос. Вопросы для Катюши. Совсем недавно мы услышали... Ой, подожди, подожди. Вот Стокгольм организует мне встречу. Слушайте, это единственный город, куда я хочу поехать. Уже много-много лет. А Лондон? Всё, Лондон я для себя закрыла. А Стокгольм, правда, мои все близкие друзья знают, что для меня я там была два раза. Я не знаю, я влюбилась в этот город. Завите меня. Да, извини. Так, вопросы для Катюши. Совсем недавно мы услышали вашу песню в исполнении Ксении. А, это про меня. Чей был выбор песни, ваша или Ксении? Ксении, конечно. Мы же композитора не выбираем. У нас приходят артисты, говорят, вот эту хочу песню. Вот эту хочу песню. И мы только, да, конечно. Вот она там ещё несколько повыбирала. Но пока что-то я... Вчера я говорю, поехали. Я ехала работать. Я говорю, давай что-нибудь споёшь. Я сказала, что ещё не всех соседей замучила репетиции. Она, оказывается, ещё не распелась. Понимаете, есть и такие певицы, которым распеваться надо. Ладно, прикалываю. Почему я прикалываюсь? Ты же так сказала, что ты не распелась. Да. Какая у вас самая характерная черта? Добрость и чеснота? Добрость и чеснота. Какие в вашей жизни были переломные моменты? Ну, разные были. Как-то время от времени. Я думаю, как бы из моих многочисленных интервью, как бы все знают, что у меня там случалось на разных этапах моей жизни. Я не люблю об этом говорить, на самом деле. Я просто хотела бы увидеть человека, у которого в жизни не было переломных моментов. И кому вообще живёт шоколадная прекрасно, безостановочная. Конечно, такого не бывает. Ну, это тоже продемонстрировала, как часто и какие сигареты вы курите. Ты даже показала. Так. Не, на самом деле, это у меня пафосные для вас. Я ещё курю Данхилл, единицу. Ну, это так, на улице, на работе. Вот. А эти я таскаю с собой, когда уж очень где-то пафосные. Я достаю, значит, не очень дорогие сигареты, но зато чёрные. Кстати, я сама вот так вот тоже на них подсела, потому что у одной продюсерши, очень важная, на улице мы вышли курить, и вдруг она достает чёрные сигареты, я прямо обомлела, думаю, боже, какая красота. Я говорю, что это за сигареты? Она говорит, это вот армянские сигареты чёрные. Потому что коричневые, может купить себе любой дурак. А вот чёрные... Не любой. Не любой пока. Вот сейчас я пропиарила эту компанию, теперь мои сигаретки будут в дефиците. И жди, тебе будут пачками их заводить. Да, конечно. Открывай дверь. Так, мило, серебро. Добрый вечер, Ксения, добрый. Вопрос для... Мы же уже виделись сегодня, нет? С провальщики, с мило, серебро. Ну, ещё вопрос. А, ещё раз добрый вечер, ну, добрый вечер. Если бы было известно, что завтра будет последний день, как бы вы его провели? Желаю, чтобы этот день очень долго не наступил. Мы вас очень любим, ценим и уважаем. Вообще последний день для всех или для меня? Ну, для тебя, наверное. Мил, ну, это что это? А чё? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. А вот теперь понимаешь, чё? Ой, закрытый. Бондарчук 68. Здравствуйте, Катя. У меня 24 ноября юбилей, 50 лет. Слушай, хочу поздравлялку. А чё заранее поздравлялку-то? А не, хорошо, Бондарчук 58. Поздравлялки-то заранее. А какой юбилей-то? 50 лет. А, 50 лет, мальчишка. Или это девушка? Это девушка. А, девчонка. Почему я решила, что мальчишка? Вот тут, видишь, проехала такая штучка, что Черенкова пропускает вопросы про себя. Почему? Я не знаю, почему ты пропускаешь. Я, видите ли, не могу смотреть в два телефона подряд. Если вас реально что-то сильно про Черенкова интересует, давайте мы с ней тоже прямой эфир сделаем как-нибудь. Но если она пропускает, значит, она что-то там... Там был вот этот вопрос про выбор песни, мы кратенечко на него ответили. Мы ответили, да. Да. Так. Вячеслав Тырин. Тырин. Добрый вечер. Лет 12 назад у вас вышел диск с вашими песнями в исполнении других артистов. Второй не планируете, кого бы пригласили спеть в своем вечере. О вашем дойте Смельтяевым мечтаю, как и вы. Спасибо за мой воздух. Счастья вам. Мой воздух – это моя любимая песня, на самом деле. Я недавно в этом призналась Бородину в личной переписке в директе. Вот. Я правда очень люблю эту песню. И мне очень нравится, что вы ее отмечаете. Вот. Кого бы я пригласила... А что там про Митяева-то? Я бы Митяева пригласила, но он бы не пошел. О вашем дойте Смельтяевым мечтаю, как и вы. Я, да. Вот я бы его пригласила, но он очень занятой и важный артист. Он только для приют комедиантов делает вид, что мы с ним друзья и подруги. А на самом деле он никогда не зовет меня в свои концерты. Слушай, мне кажется, может, действительно какие-то вопросы. Ну ладно. Какой вот уже который раз, как я отношусь к уколам красоты? Вот уже раз в двадцатый это все. Вы сами не видите, как я к ним отношусь? Боюсь. Поэтому не делаю. Так. Веста Стар. Катюша, если можно вопрос. Как отреагировал любимый на песню «Воздух мой»? По теме вещих снов. Ты знала, что я у тебя буду? Ну, то есть это она у тебя будет. Ты знала? Нет. Катюша, мы тобой дышим, не пропадай больше никогда. Друзья мои, ну, смотря какого любимого мы в данном контексте имеем в виду. Дело в том, что я где-то глубоко в душе художник. Извините. Просто я иногда моделирую для себя какие-то ситуации. И иногда какие-то красивые слова складываются. И я позволяю себе это писать. Все мои песни – это ни в коем случае не автобиография, и не какие-то там признания на всю страну. Это просто мои песни. Что я подумала там неделю назад? Что мне пришло в голову там три месяца назад? Я вот как-то делаю так. Это просто песни. Женщины, которые любят в принципе. Людмила Сорока, ну ты ответила на этот вопрос. Дорогая Катя, расскажите, есть не секрет, где и как встречаете Новый год? Ты ответила. Ну что же тут. Так, Иванова Оленька. Катя, а съемки на телевидении для вас обыденность или все-таки событие? Ну, не стану я врать для вас, что это для меня событие. Я к ним отношусь, ну, как к части своей профессии. Ну, в любом случае, не как к Новому году. Просто бывают передачи лучше, а бывают передачи хуже. Бывают передачи, куда ты хочешь идти, а бывают передачи, на которые ты не ходишь. Даже если они там сильно очень рейтинговые. Но для меня это реально просто вот часть профессии, оказывается, без которой нельзя обойтись. Потому что очень многие люди думают, что вот когда меня мало-мало показывали по телевизору, часто подходили и говорили, а я, как жалко, что вот вы не работаете. Кто сказал, что не работаю? Я все время говорила, что телевизор – это еще не вся моя работа. Это вообще почти не вся работа. Ну, вот. Я пела, не переставая все эти годы. Ну, конечно, не так активно и не так громко. Вот. Но у меня концерты были всегда. С какой-то периодичностью. То есть я никогда не переставала быть артисткой, независимо от того, снимали меня в телевизоре или не снимали меня в телевизоре. Вы сами подумайте, сколько существует артистов, которых вообще никогда не показывают. Они от этого не перестают быть артистами. И даже не потому, что они когда-то получили образование, а потому что я вас уверяю, что существует куча замечательных актеров, которых вы даже не знаете. Они работают в театрах, в филармониях, там еще где-нибудь, в каких-нибудь концертах. Ну, имеется в МОЗ концерт, там я не знаю, что есть это сейчас или нет. Вот. Поэтому не обижайте артистов. А вот мы вас по телевизору не видели. Ну, не видели ваши проблемы. Кстати, я хочу сказать, я не пропускаю никаких вопросов. Я читаю все подряд. Если что-то я пропустила, то, наверное, совершенно несознательно. Поэтому вопросов очень много. Листаю. Так. Александр Екатеринбург. Катя, кто вам шил красное платье? Его шили какие-то итальянцы, на самом деле. Я, по примеру, с Афиларем в этот раз поступила. Я когда-то видела передачу, она давала интервью, и она там говорила, я еще совсем юная была. И она говорила, что если ей нравится фасон, она шьет таких, значит, разных расцветок, там, немеря на себе одинаковых платьев. Вот. Когда я купила вот эту вот первую такую хламиду себе недавно, черную, отснялась, где-то отработала концерт, поняла, что это очень мне удобно. Удобно, нравится, я красавица в этом. Я позвонила просто женщине, у которой свой магазин, и которая ездит в Италию, в Турцию, и привозит оттуда, значит, товарец. Вот. И я попросила, я говорю, а нельзя ли мне то же самое, только в других расцветках? У меня теперь три одинаковых костюма разного цвета. Шили какие-то итальянцы. Так, вопрос от Александра Жи. Катя, очень хочется, чтобы на ваших концертах изучали песни из альбома «Ангел-хранитель». У меня нет такого альбома. У меня нет альбома «Ангел-хранитель», сразу говорю. Ну, нет названия у меня такого. Ну, ты понимаешь, о ком мой альбом идет речь. Расскажите о записи этого альбома. Как он синенький, вон там висит. «Радость моя». Там есть клип «Ангел-хранитель», «Радость моя». Это мой любимый альбом, заглавная песня. Просто о многих из нас спасибо вам. Расскажите. Песня «Радость моя». Я тоже ее обожаю. И я вот, когда большие концерты работаю, я в основном всегда работаю новые песни. Но вот этого года, прошлого, позапрошлого. Остальные все отметаю. «Радость моя», поэтому пою всегда. Спасибо. Так. Что-то, может, я правда что-то пропустила. Вот так. Если пропустила, извините, совершенно не это. Не со зла. Алинок. Катенька, верите ли вы в то, что собаки похожи на своих хозяев, внешне или по характеру? Я верю в другое, что хозяева похожи становятся на своих собак. Поэтому я счастлива, что нас путают с Федором. С Семеном не очень путают, но тем не менее. Я бы хотела. Так, Вячеслав Бородин, Ксюша, Катенька, снова я. Вопрос по горячим следам. Вы побывали на премьере фильма «Не чужие». Какие впечатления от него у вас сложились? Для меня тяжелое кино. Для меня такое вот трудное. Но там потрясающие совершенно актерские работы. И я там... У нас было очень много на этой премьере. Потом, конечно, мы там разговаривали, обсуждали. Но в основном были киношные люди. А я так это как бы... Но я согласна с тем, что если бы Вера сама доделывала этот фильм, он бы был несколько другим, наверное. Но нет. Идея бы сама не поменялась. Но фильм хороший, но трудный. Вот уже несколько раз мне пишут, что первый раз видели меня в Одессе с Юрием Антоновым во Дворце спорта я работала. Это правда. Была такая история. Одни из первых гастролей. Вероника Чемизова. Ну, ты уже ответила на этот вопрос. Здравствуйте. У вас в планах про клип сняться или в клипе. И на какую песню ты ответила? Ой. И следующий вопрос от нее. А дуэц Ксении Черенковой будет? Нет, я с девочками не пою. Принципиально. Ну, конечно, я должна все время самая прекрасная. А то поставят какую-нибудь еще козу рядом красивую. И что я буду делать? Нет, я с девочками не. Никак. А вы будете участвовать в новогодних передачах типа «Голубого огонька»? Голубого нет. Меня туда никогда не зовут. Может, позовут. Ты его уже отсняли сто раз. Да, вряд ли. Вот я вам тайну сейчас открыла страшную. Я тебе открою другую тайну и весь ноябрь снимаю. Вы бы хотели... Вопрос от нее же. Вы бы хотели научиться водить машину, и тогда какую бы себе купили? Хотела бы. Я бы хотела бы научиться водить машину, но я это хочу периодически. Я понимаю, что у меня не получится. Я такая довольно нервическая дама, когда я на улице. То есть даже не на улице. Это я что-то сейчас соврала. Я когда в машине еду, вот, я каких-то опасных моментов прям не замечаю, правда. А на какую-то ерунду я очень бурно реагирую. И люди, которые вот возят меня, да, с левой стороны, то есть водители... Они тебя боятся. Они меня боятся, да. Поэтому, ну, я бы, да, я бы хотела, если бы я все-таки когда-нибудь научилась водить машину, я бы, как бы, купила то, что у меня когда-то уже было. Я бы купила старую классную машину, Volkswagen Juke. Так, Инна, Катя. Мотоцикл обожаю. Вот, а мотоцикл? Обожаю мотоцикл, правда. С наслаждением. Я все прошлое лето провела сзади на мотоцикле. Вот, это наслаждение, конечно. Но я в молодости ездила. Ну, вы знаете, я думаю, я бы сейчас, я сейчас уже просто не удержу. А какой-то легенький покупать, там, спортивненький, это уже не для меня. Так, слушай, у нас сейчас через минуту, похоже, время закончится. Да, прощаемся мы с вами. Ну, если ты успеешь ответить на вопрос Инны. Катя, вы любите суши? Нет, нет. Все. Куртка ее. Минута закончилась. Ну, мы вроде закончили, я не знаю. Катя, сами читайте вопросы, пожалуйста. Видите, я еле успеваю куда-то вот это самое прочитать. Я действительно не очень хорошо это делаю. И потом, ребят, ну, вот мы выработали вот такую вот систему. Вот так мне удобнее. Ксения ничего не пропускает. Вот ей пишут, она читает. Я стараюсь отвечать. Я вижу, вот вы едете. Конечно, очень много там. Спасибо вам. Мы вас любим. На каждое такое. Я вас тоже люблю. Я вам тоже спасибо. Это очень-очень много времени занимает. А люди какие-то хотели, наверное. Вот уже 17 раз я это прочитаю. Челенкова хамит в комментариях, а потом удаляет. А, это девушка, которая не нравится, которая тебя просила обратиться. Все, да? Все. У нас эфир закончился. Ну, думаю, что да, вышли. Так, подожди, нам нужно с тобой сохранить эфир. Эфир с гостем. Прикрепить, пожалуйста. Ну что, все? Подожди. Нет. Нет. А что это такое? Завершить. Час прошел, да? Ну, похоже, что... А, нет, смотри, осталось 18 секунд. А что это за штучка-то вылезла? Я не знаю, что вылезла. На, еще 18 секунд. Ребят, ну 18 секунд осталось. Ну, договори, что ты хотела. Просто я по поводу того, что хамит. Она не хамит. И она просто у меня научилась. Я на хамство тоже всегда люблю отвечать. А иногда даже... Субтитры сделал DimaTorzok.